Ассаляму алейкум ва рахматуллахи в баракату, с вами опять Уммалик и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха и учимся как ее читать правильно. Мы продолжаем с вами разбирать первый аят. На прошлом уроке мы с вами говорили о первом слове без СМИ. Многие написали мне и прислали в инстаграм. Жду еще, возможно остальные тренируются, жду. В дальнейшем опять же ваши уже исправлены ошибки, то есть правильное чтение как можно более правильно, насколько это будет возможно. Сегодня мы с вами берем ляф бульджаля, слово Аллах и как оно будет читаться у нас в этой суре или в этом аяте. Первая буква в этом слове у нас хамзе. Это хамзе тулуасль или соединительная хамзе, как ее еще называют. Мы видим ее по форме, она пишется как алиф и сверху такой значок, да, сыля, который подсказывает нам, что это хамзе тулуасль, а не алиф, допустим, да, и не хамзе тулуасль. Какая особенность этой хамзы? Это то, что она будет читаться у нас только при начинании, то есть если мы начинаем с нее. И если мы будем брать конкретно в этом слове, то она будет начинаться, если мы начнем с нее, с фатхи. То есть читается как обычная хамза, но с фатхи, да, то есть а, а будем начинать с фатхи. Если же мы будем в потоке речи, соединяясь с предыдущим словом, и это мы увидим уже, если соединим с словом, которое мы брали на прошлом уроке, она будет упускаться, то есть она будет писаться здесь, но не будет произноситься. Пока мы возьмем ее в отдельности, это слово, да, в конце, в соединении. То есть при начинании у нас это будет читаться как А, А, да, здесь фатха не пишется, но, зная это правило, вам будет легко это усвоить. Далее у нас идет буква ЛЯМ, у нас их две здесь подряд пишется, да, так как алипс последующий не соединяется, мы видим, что она пишется вот. Отдельно, и затем буква ЛЯМ первая. Над этой ЛЯМ мы не видим никакого значка. Это говорит о том, что эта ЛЯМ у нас просто не читается, она у нас не читается, то есть она пишется, но не читается. То есть по сути мы ее здесь пропускаем, а и здесь ничего нет. Переходим ко второй ЛЯМ. Вторая ЛЯМ у нас соединяется с предыдущей буквой ЛЯМ и с последующей буквой ГА. Над ней мы видим шадду, да, то есть это шадда показывает на то, что эта ЛЯМ удвоенная, да, то есть вот эта ЛЯМ не читалась у нас, а эту ЛЯМ мы удвоеваем. И над ней стоит фатха. Над ней стоит фатха. Особенность этой ЛЯМ в этом конкретном слове такова, что, несмотря на то, что в арабском языке ЛЯМ, как правило, мягкая буква, и с фатхой будет читаться как ЛЯ, в слове Аллах она может читаться как мягко, так и твердо. Если мы будем рассматривать ее, как здесь я говорила, при начинании, то есть когда мы вначале скажем ГАМЗУ с фатхой А, да, тогда мы будем читать ее твердо. То есть мы скажем Аллах, Аллах, да, то есть у нас будет ЛА. Но если мы будем ее читать в слитной уже связке с предыдущим словом в конкретном тоже этом примере, то мы увидим, что перед ней будет БИСМИ, МИ приходит с кастрой. И затем мы будем плавно соединять ее, и в этом случае она у нас будет мягкая. Про это еще я вам скажу позже, иншаллах, в конце урока. Учитывая, что здесь при начинании у нас с фатха над ГАМЗУ, значит в этом случае мы читаем ее твердо. Далее очень важный момент, это скрытый Алиф, который здесь у нас есть. Если вы посмотрите, вот пример из самого Мусхафа, где ЛЯМ приходит просто с фатхой, то над ним мы не видим никакого Алифа, да, то есть и при написании мы его тоже не видим. Потому что если бы ЛЯМ писалось после нее Алиф, то следующая буква АГА, она бы писалась отдельно, так как Алиф, как мы знаем, не соединяется с последующей буквой. Но, тем не менее, мы говорим Аллах, да, мы не говорим Аллах, Аллах, у нас там есть долгий. Но он не пишется, он скрытый. И вот у вас рядом пример. Если сейчас в обычном шрифте писать просто написать Алиф, две ЛЯМ и ГА, то автоматически выдает вот такое написание. То есть на ЧАДДАЙ будет появляться такой маленький Алиф скрытый, что говорит как раз о том, что это Алиф есть. Но по частоте использования, хотя в Мусафе много мы увидим таких маленьких Алифов над буквами, да, что говорит о том, что мы его там тянем, например, когда оно встретится, мы будем еще про это говорить. Но в данном слове этот Алиф не пишется, потому что подразумевается, что это слово настолько часто приходит в Коране, да, что как бы нет нужды напоминать о том, что здесь должна быть долгая Алиф. Но, тем не менее, несмотря на это, многие сестры забывают, когда, не задумываясь, произносят ее без Алиф. Да, то есть, например, Аллах, Аллах. Нет, у нас там есть Алиф. Аллах. Это очень важный момент. И последняя эта буква ГА здесь приходит с косрой. ГИ, да, Аллах, ГИ. Во-первых, как я уже вам говорила про косру раньше, также вы ее тренируете. И очень важно сама эта буква, да, ее написание на виде такого флажочка, да, в конце пишется. Очень важно то, как ее произносить. Часто ее произносят, делая такой смесь буквы ГА и ХА, то есть ГИ, ГИ, что не является правильным. Это такое среднее положение, как ИШМА между этими двумя буквами. И это неверно. К сожалению, порой даже слышу от некоторых сестер, которые, ну, говорят, что вот их учили, что вот это вот правильно, да. К сожалению, это не так. Но из-за того, что русскоязычным сестрам или, ну, некоторым народам сложнее эту букву произносить, из-за того, что их родной язык не предполагает какие-то горловые буквы, и трудно, да, бывает ее, ну, изначально найти. Но это возможно просто путем тренировок. Это нижнее горло, где хамзе, там и буква ГА, да, если мы будем тренироваться, и стараться ее правильно произнести, иншаллах, у вас это получится для Идмила. Главное, не, как бы, отчаиваться, если у вас, ну, сложности с этой буквой. Ну, и она приходит еще и с кастрой, да, то есть здесь, здесь вдвойне нужно обратить на нее внимание. Итак, если бы мы это слово полностью прочитали, да, то у нас бы получилось Аллахи, если бы начали. Но, как я вам уже сказала, мы теперь вернемся к связке. То есть мы брали слово первое на прошлом уроке и теперь взяли вот второе. И когда мы соединим, да, то есть при начинании, вам сказала, гамзе талюасаль будет сфатхай, а, да, но при продолжении эта буква полностью не читается. При этом я вам говорила, что и эта буква у нас не читалась до этого, да, и здесь она также не читается. То есть, получается, мы эту букву не читаем, потому что гамзе талюасаль не читается при слитном чтении, да, только при начинании. Лям у нас не читалась, не читается, мы видим, что на ней нет никакого знака, как подсказка. И сразу после касры, ми, мы, значит, переходим к лям с удвоением. Но здесь важный момент, что в этом случае, так как перед этим лям, в слове Аллах, которое было у нас твердое, она будет читаться мягкая. То есть она будет уже не ла, а ля читаться, как, в принципе, обычно в арабском языке буква лям сфатхай мягкая. Поэтому внимательно часто очень слышим, да, такие фразы, как бисмиллах. Нет, это неверно, то есть так читать неверно. Всегда ля будет, да, то есть мягко. Бисмиллахи, бисмиллахи. Значит, здесь мы читаем. Ну, остальные моменты, в принципе, совпадают с то, что я сказала ранее. Просто вот эту связку нужно потренировать. И, иншаллах, у вас все получится. И переходим к домашнему заданию. Иншаллах, опять же, ожидаю ваши вопросы и комментарии под видео. И запись от тренированных вот этих слов в таком порядке. И попрошу сестры видео, вернее, видео, а аудио, когда вы в Телеграм не отсылаете, записывать без лишних слов. Да, вы можете отдельно что-то там спросить, а запись самого задания отдельно, да, чтобы другие слова не сбивали. И если я переслушаю, мне не нужно было переслушивать 10 раз какую-то другую фразу, да, которую вы там говорите, и в конце там одно слово в Инстаграме. Это чуть-чуть сложно вот это сдвигать. Прочитаю по три раза каждый вариант. И затем вы повторите несколько раз и опять же пришлете, иншаллах. Аллах, 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 Аллах. Аллах, 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 Бисмиллах, 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 Бисмиллах на этом мы сегодня будем заканчивать еще важный момент пока не все читала вспомнила и хотела его вам акцентировать на него внимание это то что иногда некоторые чрезмерствуют в твердости лям и что опять же приводит к ошибке такой как округлению вместо фатхи говорят логи как-то таким образом внимательно что фатха всегда должна быть фатхой без каких-либо округлений и без чрезмерности в твердости это из другими буквами проявляется но сегодня я забыла в начале урока это напомнить и напоминаю что у вас должно быть без чрезмерности фатха да то есть мы не открываем рот чрезмерно мы открываем рот умеренно ассаляму алейкум ва рахматуллahi ва баракатуху он ва с а и ва Продолжение следует...